Всем привет! С вами Мария и Георгия Короленко. Очень серьезный Гоша. И сегодня приступаем к еще одному террариуму оформлению. Сейчас мы немножко про него расскажем. Листочек. Спасибо, Жукова. Да, у нас тут дети ловят листочки. В общем, сам террариум. Это террариум склеенный питерской фирмой Аква Плюс. Он склеен на заказ. Клиент сначала его склеил, а потом обратился уже к нам. Ну, в общем, не самая безграмотная склейка. Давай, Гоша, вещай. Есть нижняя вентиляция, что, в общем-то, очень хорошо. И есть верхняя вентиляция. Но с ней есть один небольшой недостаток. Она доходит до самой задней стенки. Поэтому нам придется тут откласть полоску стекла, чтобы слишком сильно влажность не уходила. Также мы тут уже просверлили отверстие под фитинг. Сейчас будем банку чуть приподнимать, вставлять туда. Тумбы у нас нету, поэтому мы делаем все здесь на месте. И уже в готовый террариум повезем клиенту, будем ставить на тумбу. Тоже то еще развлечение. Да, и клиент находится в Балашихе. Тумбочку мы отправили туда, поэтому не подумав. Так, в общем, банка и банка. Да, ну, в общем, Акваплюс это хорошо, мы его любим, но нас только вентиляция расстроила. И сейчас нам предстоит эпопея с придумыванием, как поставить ее, чтобы имитировать фитинг. И будем дальше клеить. Тадам! И у нас уже собранный дренаж и собранный хард. Как мы видим, у нас получается одна боковая стенка будет замурованная. И здесь вот заказчик пожелал, чтобы у нас здесь был водоем и туман, и водопад. Поэтому туман, наверное, мы уже не сможем влепить из-за размеров тумбы, а водопад и водоем попробуем. Ну, в общем, Гоша говорит, что попробуем сделать туман. Проблема в том, что здесь вот такая вот маленькая зона для водоема, и нам пришлось... Водоем еще надо сделать изолированным, поэтому мы сейчас будем делать хитрый ход конем. И сначала мы будем все запенивать, а потом уже сюда вклеивать кусок стекла, делать вот так вот водоемчик, и потом снова все это запенивать, и только потом обрезать. Ну и также, так как здесь планируется достаточно интересный набор животных, непонятно будет ли УФ нужен он или нет в итоге. Придется нам рассчитывать под УФ, а как известно, ультрафиолет разлагает пену, поэтому мы ее будем покрывать, но покрывать не полностью, а как мы делали в последнее время во многих проектах, покрывать частично. знаете, чем мы занимаемся? Вот почему рекомендуется сначала сделать все, продумать, а потом клеить емкость, потому что вот здесь находится вентиляция, и она идет вот аж до сюда. И сейчас, когда мы будем пенить, мы рискуем получить, пена наверное не пройдет, но в общем мы можем попортить эту сетку. И чтобы этого не случилось, и сетка была ровненькой, нам приходится придумать какие-то изощренные методы. В данном случае мы взяли упаковочную пленку и прикрепили ее, и собственно будем сейчас пытаться как-то сделать, чтобы решетка осталась максимально целой. пенть мы будем при помощи пены МИУС. Она бывает двух цветов, коричневая и серая. Она подходит для прудов, террариумов, флорариумов и аквариумов. Купить ее можно у нас в магазине, ссылочку мы оставим под описанием. Ну и собственно, можно использовать ее с одноразовым пистолетом, который входит в комплект, или использовать с многоразовым, как мы сейчас будем делать. Гоша превращается, превращается в хирурга. На самом деле он делает это не просто так. Перчатки это... Потому что коронавирус. Да, потому что у нас напал коронавирус. Но вообще на самом деле эта штука очень плохо оттирается. Она вообще не оттирается. Если она попала на кожу, то это на неделю. Ну, либо можно оттереть пемзы вместе с кожей. В общем, мы не хотим провести остаток ночи оттираясь, поэтому мы будем сегодня в перчаточках. Хотите фокус? Мы плохо перемешали прошлый баллон, но вернее, Гоша его не потряс, как по инструкции, поленились и вот, что получилось. Коричневая пена. Да, она прям черная будет. А здесь как будто она серая. Я сначала подумала, что мы перепутали баллоны. Вот здесь вот даже видно этот переход, где колер перестал работать. Так что не ленимся. Ну вот, опыт не пропьешь. Когда уже делаешь несколько этих террориумов, уже понимаешь, сколько объем, каких материалов тебе нужен. Вот мы просто взглянули на эту банку, сказали, о, здесь надо 5 баллонов. Мы реально обошлись 5 баллонами. Но мы будем скрывать еще один, потому что надо делать водоем. Если бы мы заранее знали, что он будет изолированный, мы бы, конечно, обошлись 5. Но так, в общем, вот 5 баллонов у нас ушло пены. И вот такая красота вышла. Теперь это все будет расширяться, сохнуть. И, скорее всего, завтра или на днях мы приступим к обрезке, когда у нас будет время. Мы видим серьезного Георгия. Знаете почему? Потому что он вытирает горшок. Ну-ка, давай покажем, что там после горшка у нас. О, чума! Представьте, дырка. Дырка насквозь. Вы прямо насквозь. Косяк. Не косяк, а землю засыплю. Ну, конечно, тут будет земля, чтобы вы понимали, что этого им будет видно совершенно. Вот. И какая-то у меня экспозиция куда-то убегает. Ну, в общем, сейчас мы занимаемся обрезанием пены. Я не знаю, как делает это Гоша. Я это делаю вот так. То есть Гоша делает ножом, но вот миус можно обрывать вот так. Сейчас я буду тоже наслаждаться. Прекрасная медитативная работа рядом с мужем. О, смотрите, он тоже так делает. Ура! Обычно он все время нож... Он только что точил нож полчаса, чтобы обрезать. Процесс идет, и мы уже близимся к концу. На дырки не смотрим. Все это будет заделано грунтом. А здесь у нас будет водопад, поэтому пока я эту зону не трогала. Мы планировали... Здесь такую классную корягу нашли. Вот она здесь вот. Она будет... Она прям такая вогнутая. И она как русло, и водичка будет стекать по ней потихонечку сюда. Вот. Ну, возможно, мы еще сделаем отсюда какую-то зону, поэтому пока здесь не тронуто. Здесь еще будет горшочек. Но самое главное, я хотела вам сказать не об этом. Мы смотрим на наш задний фон и видим, что мы делаем. Дальнейшие работы с пеной. Почему мы обрезаем пену? То есть у нас уже есть несколько вариантов. Мы можем ее вдавить, а можем обрезать. Мы обрезаем ее не просто так. Связано это с тем, что вспоминаем природу. Природа всегда рельефна. Да, это чуть дольше. Да, это затрата времени покачать бицепсы. У меня, к примеру, руки уже устали. Вот. Но мы получаем фактуру. Сейчас я попробую вам ее показать. Вот. Представьте себе, вот это все, это рельеф, который зарастет мхом, и это будет видно. И не только мхом, папоротники, лианы, там, маргравии, не знаю, что мы там посадим, но, скорее всего, здесь все будет вместе. Вот. И получается у нас вот такая классная-классная фактура. Потом, знаете, есть какой-то кайф вот подготовительных работ, когда ты только все это делаешь, и у тебя начинает вырисовываться то, что происходит. Не знаю, эскиз, рисунок. Ты немножко меняешь в процессе. В общем, это очень классно. И следующий момент. К такой рельефной поверхности, конечно, лучше все пристывает. И пена, она сама по себе тоже напитывается влагой. И когда она надрезанная, она пропитывается лучше. Ну, потому что доступ просто проще. И корки нет такой силы. А еще помните баллон, который Гоша плохо встряхнул? Смотрим. Фокус. Вот он. И вот. Обычный коричневый. Вообще непонятно, да? Жесть. Ну, вот такой вот у нас кусочек вышел. Но, слава богу, он будет закрыт. Ну, что ж, мы пошли дальше обрезать и вырисовывать фон. Вот. Здесь уже почти закончено. Вырисовывается чаша нашего водопада. Здесь еще камни будут. Да, все так будет обклеено камнями. Еще, возможно, придется пенить. Еще не идеально. Не убрали стяжки. Но уже, согласитесь, красота. Давай, пойдем. Дадим людям насладиться. Мне кажется, уже можно вот так оставлять. Это отдельный вид искусства, когда работа в середине или еще когда только видно зачатки. Класс. Ох, этот прекрасный наркоманский запах. Собственно, обезжириваем. Итог наших сегодняшних усилий. Вот такой у нас вышел водоемчик. Собственно, план такой, что отсюда у нас пойдет вода и вот она будет течь здесь. И сейчас мы будем формировать русло дальше. И напоминаю, что водоем изолированный, поэтому нам надо добиться определенного рельефа. Вот разложили камни. Эти будут у нас выполнять роль береговой линии. Там стекло. Снизу мы запеним. Пену потом лишнюю обрежем. Вот эти все щели тоже запеним. И здесь тоже запеним. Лишнее потом из-под камня лучше будет выковырнуть. Ну, для красоты. Потом уже после выковыривания пены нужно будет сделать первую проверку, как пойдет вода. После этого заделать все отверстия ненужные либо силиконом, либо эпоксидкой. Вот. И уже подтачивать, чтобы вода шла совсем как надо. Ну, пока будем запенивать. Вот такая прекрасная какашечная история у нас вышла. В итоге получилось у нас вот, что мы уже все запенили, засиликонили и запустили водопад. Совершенно не было времени снимать, поэтому будем рассказывать, что происходило. Значит, начнем с того, что мы, как обычно, пену обрезали, покрыли силиконом и сверху покрыли триферном. Как мы видим, покрытие такое, оно выходит более равномерным. Чем оно хорошо? Оно хорошо для новичков, особенно, потому что хорошо триферн держит влагу и не достает. Ну, и он как бы еще антисептиком является. Плюс декоративно выглядит. Да, это удорожает конструкцию, но оно того стоит в итоге. Как мы видим, водопад наш. Русло у нас получилось с первого раза. Выглядит это все вот так. Водоем полностью водоизолирован, оформлено все это камушками. Водичку льется очень красиво. И здесь у нас горка грунта. Сверху у нас получилось шесть форсунок. Вот они. Форсунки МИУС, которые можно приобрести у нас. Полностью разборные, с чистящимся соплом. Стоят они не намного дороже, чем мунсуновские, но зато они практически вечные. Вращаются в нужном вам направлении. В общем, делайте с ним что хотите. И сверху светильники, которыми мы последнее пользуемся время, это квантум борты. Сейчас пока 90 сантиметров, потом будут 60. Нет, потом будут... Это 90 сантиметров линейные светильники, они по 45 ватт. А потом будут светильники по 60 ватт, уже прямоугольной формы, они мощнее. Скорее всего, туда поставим линзы. Вот. Как-нибудь мы заставим Георгия рассказать нам все про свет. Но когда это будет, мы не знаем. Сейчас мы это все будем дружно сажать. Идет процесс примерки растений. Большая часть выращена нами. Отдаем в этот проект последние наши афиопогончики. Ну что, ребята, 2.45. Мы закончили посадку. Я уже посчитала, что растений здесь на 30 тысяч. Примерно. Что мы выбрали в этот раз? На чем делали акценты? Большинство растений... Вернее, здесь почти все выращено нами. И продается у нас в магазине. Значит, в качестве почвопокровки мы здесь использовали селегинелл Крауса Мини. Вот она, красавица. Это медленная селегинеллка, которая аккуратненьким ковриком будет растись. Также мы здесь посадили фиалки. Это мигни фиалки. Некоторые мини фиалки неплохо живут во флорариумах. Здесь у нас детка бегонии природника. Очень устал, поэтому не вспомню название. Но это не Клеопатра. Она постоянно цветет. Значит, бегония Перидот. Санерила Макулата. Здесь у нас пеления Пульхра. Это пеления с мертвым листом. Кальвоа. Бегония Манаус. Это гибрид, но... Но они очень хорошо живут у флорариума. Здесь мелкие нефролепис экзальтата. Здесь у нас микрограмма рептенс. Эпифитный папоротник. В качестве висящих растений у нас будет пелея депресса. В качестве задней стенки будет фикус пунктата. Вот он. И будет еще солановую эволюфолиум. Ну и береговую линию нашу даем мы украсили афеопогонами. Это крупные и маленькими. Дальше идет Акорус Пусилус и Анубисы. Мы не удержались от Тилансий. Как обычно они хорошо смотрятся. Ну вот малышки это Ионанта Сильвер. А это Альбертиана. Она цветет офигенными красными цветами. Она жесткая. И будем надеяться, что здесь всем будет хорошо. Теперь осталось все это прибрать. Потому что сами посмотрите, что здесь происходит. Это то, что не влезло. В общем, мусора полно. Ну, в общем, вот такая вот штука вышла. Сейчас еще Гошу будет устанавливать туман. Когда все протрем, приберемся. Да сниму. Хей, привет, туман! Красота! Ну что, ты доволен своим детям? Ну что ж, всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Заказывайте Тиралюм.